Всем доброе утро! Сегодня уже 28 среда, только проснулись, я готовлю кашу овсяную. Вот, не знаю, это, наверное, будет входить в лог, который перед отъездом, что ли, как сказать. Что, у меня камера как-то, ой, извиняюсь. Во, может, так лучше. В общем, этот лог будет входить во влог, ну, влог отъезда, как его назвать, не знаю. Просто хотела снять уже на этот телефон еще, ой, не на телефон, а на фотоаппарат. Хороший, очень классный. Так что вещи потихонечку собираю. Там какие-то таблетки, какие-то определенные вещи собираю. Ну, в общем, вот так вот, как-то. Так что, может, получится, покажу, как чемодан собираю, ускорю. Посмотрим. Потому что сейчас у меня получается чемодан в кладовке, чтобы София его, ну, туда-сюда не открывала. Но, по идее, мне его надо ставить поближе. Вот. И, по идее, надо сегодня на мне собирать, потому что мама сегодня последний день в отпуск, и завтра никого дома не будет. Наверное, лучше сегодня. Хотя она и завтра мне даст собирать, но завтра... У нас другие будут делать. Все равно надо будет и покушать, и приготовить, и с ней погулять, сходить, и тоже что-то дособрать, какие-то определенные вещи. Поэтому, ну, как бы завтра собирать вещи. В пятницу уже уезжаем. И я тут буду бегать, искать, что я не положила. Я лучше завтра все доложу, чтобы в пятницу у меня было 100%, ну, даже уже завтра 100% к вечеру у меня должен быть собран чемодан. Ну, как бы вот так вот. И все. Вот. Едем мы на поезде в 3 часа. В 3.20, по-моему, мы выезжаем. И в 7 утра. 2-го мы уезжаем. 2-го марта. 3-го марта мы уже в Москве. В 7 утра. И самолет у меня... Мне надо посмотреть, по-моему, у меня он без 20-ти час. И за 2 часа регистрации, это надо к 11-ти, где-то без 20-ти 11 уже быть. Ну, там, уже лучше там быть. Пройти всю эту регистрацию. И сесть на самолет, и, ну, как бы, ну, ожидать, в зале ожидания, да, когда... Вот. Пройти к самолету. Ой, вообще, спим. Легли тоже сегодня. Мне чуть-чуть зуб болит, не знаю. Успею я его лечить, не успею. Я, кстати, его лечила уже второй раз. Вторая пломба. У меня там нервы нет. Надо удалять корень. И такое ощущение, что у меня просто... Когда мне делали, у меня ещё отпала, получается... Ну, в общем, пломба. Кусочек отвалился. Такое ощущение, что туда просто еда попала, и поэтому болит. Не знаю даже. Получится сходить и сделать пломбу, потому что надо попросить его такую глубокую, как ямочку, сделать. Чтобы она не так быстро откололась. У меня здесь есть такие кругленькие, они не так просто откалываются. Ну, когда вот так. А тут просто такая была. С толстыми концами. Ну, всё. Ничто такая, ну, всё, да. Ладно, если... Ну, буду снимать, наверное, включу камеру. Надеюсь, что Софийка мне даст включить камеру и показать, как снимаю. Не знаю, надо так всё сделать, чтобы она не заметила эту камеру. Не знаю, даже... Или покажу, как складываю уже так на весу. Потому что... Ну, конечно, круче, когда вот так вот камера стоит, да, на штативе. И ты можешь... У тебя руки свободны, ты можешь говорить, что-то делать. Это, конечно, вообще класс. Вот. Так что пошла будить Софийку. Надо уже завтракать. Каша овсяная готова. Вот. Мы будем кушать. Как обычно, овсяная каша. Иногда омлеты, иногда яйца делаю с сосисками. Иногда пшенную вот эту кашу, желтую, как она называется-то? Да, пшеничная. Ой. И иногда запеканка. В принципе, всё. Другие каши. Ну, в эту запеканку, получается, манка входит. Давали мы ей манку пробовать. Что-то она как-то так. Сама не люблю манку. И ей не даю. Вот. И геркулес я тоже не могу есть. Хотя говорят, что геркулес и овсянка, это, в принципе, одно зерно. И... Ну, я не знаю, почему-то я не могу. Там как-то крупнее идёт. Вот эти вот... Сама как крупинка или как. Не могу, не знаю. Овсянку-то недавно полюбила. А что, говорить про геркулес? Я не люблю. Ой, извиняюсь. Вот, так что... Вот. И ещё раз переходите в Инстаграм, кто не видел фотографии с фотосессией. Я не знаю, делать мне отдельное видео с фотографиями. Много классных фотографий. И всё не выставляла в Инстаграм. Подумала, что 10 фотографий там хватит. Там ещё понижили пару таких. 5-15 фотографий, думаю, что хватит. Не знаю, может сделать видео. Если вы хотите, напишите мне. Я могу сделать, в принципе. Потому что следующая фотосессия только будет в апреле. На Софии на день рождения. Это тут как бы весна-лето такая, да, фотосессия. Ну, считай, на день рождения. И плюс, ну, вместе нас с Софийкой пофоткают. Поэтому ещё не скоро другая фотосессия. Вот. Конечно, хочется на природе ещё. Вот, много хочется фотосессий. Не знаю, получится ли ещё фотосессии летом, там, весну-осенью. Мне кажется, здесь красивые фотосессии осенью, потому что здесь листь, да, опадают, ну, такое всё интересное и красивое. Слушайте, я столько наболтала вам. Ну, ладно. Наверное, разделю, скорее всего, вот эти дни. Поснимаю, да, сегодня 28-ое, 29-ое, допустим. Ой, 29-ого уже нет. 28-ое, завтра 1-ое. А второй, в принципе, можно объединить в один влог. Или сделаю два. В общем, у меня посмотрели, не знаю. Просто хотелось встать с вами, поболтать. Потому что хочется. Может, и завтра встану так вот, поболтая с вами. Собираю, болтаю, собираю, болтаю, да. Ладно. Я, кстати, купила две футболки в подарок. Давайте я вам их покажу, девочка. И все, это за Софийку разбужу. Уже час дня, а она все спит. Вот такая вот старшая. Я думаю, прикольная такая она. Не бы она ничего была. Не, она мне малолатая. Это мы покупали в Модисе, размер S44, рост 164-170. Ну, она такая. Я думаю, что ей на вырост. Да, и летом погонять в свободной футболке. Она такая клевая. Я бы сказала, что от такой не отказалась. У нее такое-то качество интересное. Что же это за качество интересное? 60% клубок и 40% полиэстер. Все-таки есть полиэстер. И вторая. Покупала в Глори Джинс. Это младший. Ну, как той уже 2 с чем-то. 2 и 2, по-моему. Вот такую вот. Вот именно ей идут вот такие вот цвета. Это получается у нас 12-24, 92 сантиметра. Я считаю, что нам 299 рублей. Копейки вообще. Кстати, мне нравится у них, что мерная таблица есть. Не видно, конечно. От 6 до 12, 24. От 12 лет до 4, от 2 лет до 4, от 4 до 5. Ну, там его же. Вот такая вот красивая. Она такая милая-милая. Все. Показала. Душа моя спокойна. Все. Я пошла будить Софийку и завтракать. Давайте еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Всех поздравляю с первым днем весны. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение, здоровье, хорошие идеи, мысли. В общем, никакого негатива. Так что с первым днем весны у вас. Ну, вы увидите плохо, скорее всего, второго или третьего. Но все равно весна. Весна идет. У нас уже, а зато так смотришь, да? У нас уже почти двенадцать. Я включила уже тут компьютер. Надо кушать готовить. Тушь моя. Мне вчера так болел зуб, что ездили мы в поликлинику. Мне просто сказали, пить или китарол, или найс, или анальгин, или нурофен. Сбухла десна, видимо, там вот. Хотя сделали снимок, показалось, что там ничего нету в зубе. Он у меня полностью запломбирован. Там у меня, получается, нерва нет. Как бы вот. Сказал, что ничего не надо делать. Пока не надо его вырезать. Но корень надо будет вырезать. Но это в следующий раз. Метра Гилдента. Вот я на ночь намазала. В принципе, неплохо, кстати. Вот. Меземчики. Еще таблеточки с собой собираю. С утра стаканчик воды. Тушь. И вот компьютер. Ой. Так, что надо будет. Ой. В общем, я буду делать завтрак. И всем доброе утро. Еще сегодня немножко поснимаю. И надо будет выкладывать влог, чтобы... Российский влог пусть здесь выйдет. А уже завтра мы уезжаем. Видите, даже сняли календарь. Я тут немножко Софийкину посудку сняла. Вот уже тут чуть-чуть так прикупимся. Или как закупаемся сейчас. Ой. Вот. Агушу вот. Надо еще сегодня сходить, конечно, купить. Такие две агуши. Мы, кстати, покупали в детском мире такое печенье. Но она его не стала есть. Но тоже возьмем его с собой. Знаете, в дороге голод не тетка. Все, в принципе. А, вчера еще взяли мой любимый чай. Барбариса. Потому что от Мелиссы я какая-то была... Как депрессованная, что ли. Он остался? А, нет, это я другой чай. Нету его. А, нет, есть. У нас тут. Одной рукой, конечно. Где же ты мой чай? Нету, что ли? Она была. Нету. Представляете? В общем, с Мелиссой чая нету. Ну и слава богу. Да я от него какая-то была. Как сонное царство. Ладно. Буду делать дела. Ой. Готовить завтрак. И всем, кто кушает, приятного аппетита. Такой у меня тут хлам. Я зато все уберу. Ой. Скажи всем доброе утро. Вот как у нас доброе утро начинается. У вас, наверное, по-другому. Да, Софья? Сегодня, в общем, у нас просто яйца я смешала, чтобы она и желток, и белок ела. И туда сосисочки. И чай. И еще булочка будет. Так что всем-то кушать. Приятного аппетита. Он с товарищами уплетает. Под такие-то песенки. Чего бы не уплетать-то? Софи как-то играет. Могла достать? В общем, что. Стоит чемоданом она тут. На газетах. Осталось тут немножко тут все взять. Тут я уже все взяла. Ну и вот так вот. Тут тоже в чем-то полетим. Что-то. Памперсы возьмем. Это Владика нельзя брать. Ну и тут еще на подоконнике там босоножки и Софийные игры. Ну, очень светло. Бобо там, да. И осталось еще... Ой. И осталось еще книжечки забрать. Не, не надо, не надо. Это мамина. Да. Мама. Мама, да. Мы пойдем гулять? Да. Это мамина, мамина. Ты давай там. Не сдавай. Ай-яй-яй. Вот. Так что тут осталось тоже еще. В принципе, все уже так. Прибрали тут. София пока играет. Ну, тоже что-то тут я еще возьму. Такое все легкое. Ну, вот так вот. 18 килограмм уже. В принципе, все собрано. Петя, сюда. Да, тут... Дай, София, я покажу кое-что. Стой. Тут тоже, получается, все уже я распределила. Все уже чисто. Тут это остается колготки. Куртка, в которой София полетит. Вот я на родкофту надену. Брюки. Все, а это все здесь остается. Тебе куртку дать? Да. Так что... Тихо, тихо. Вот. Полечу в своих этих катоновских. Не знаю, вот в этой. В катоновских ботильонах. А это все тут остается. Потому что у меня там много всяких кофт. Ай, вот это все тащить, это плюс 5 килограмм кофту надевает. Так-то все. Я говорю, вот только вот по верхам каплю, на самом деле, собрать. Ничего нету. Там вот немножко одежды. И все, в принципе. Да? И так мы собраны уже. Неправильно надеваешь. Ладно, будем мы тут дела делать. И, может, попозже еще, наверное, вечером включусь. И надо сегодня этот влог обработать. Я его вчера снимала. А сегодня... Вот. София просится на подоконник. Ладно. Будем разбираться. София. Сегодня у Софии был суп. Там получается мясо. Господи, свинина. Картошка, лук, морковка. В общем, такой супчик картошечка. Все, покушала? Держи, Лялю. Упадешься. Вот такой вот у нее был. Еще она крошит. София, это бобо. Крошит хлебушек. Вот такой вот был обед у Софии. Все, я буду заканчивать влог. Так, пол восьмого. София только уснула. Я сходила в магазин. В общем, что я купила? Памперсы такие купила. Взяла не трусики, а обычные памперсы, чтобы не снимать постоянно там колготки, штаны. Просто переодел и все. 16 штук взяла. Я счастлива. Машатка. Взяла вот такие клинекс антибуктряные. Они классные. Взяла агушу, яблоко, черноклодная рябина. Дальше компот, яблоко, курага. Это все. Открытие взяла девчонка на 8 марта. Вот такую вот. Две таких. И вот две таких. Надо вообще маме взять. Слева, рада, что я взяла. Потому что взяла вот мальчику, докупила вот такую машинку по лесу. Он любит. Типа такие грузовые, а она легкая. Так, дальше яблоко, курага и изюм. Потому что, извините за качество. Взяла пипсодент финскую себе туда. Мне вообще-то кажется, что какое-то. Кажется, что качество какое-то. Пипсодент взяла такую финскую. Я очень ее люблю. С собой. Так, взяла вот таких пять цыпленок с гречей. И поезд, и самолет. Салфетки памперс. Лебедики вообще никак. Ну вот, с гречкой я их пять взяла. Морс. Ягодный морс взяла. Это себе я взяла один. Вот, пять. Еще. Так. И такие вот, в самолет взяла антибактериальные. Они такие, они мало весят. И вот такое все. Ладно, в общем, заканчиваю свой влог. И уже ждите дальше других влогов. Как мы в поезде, как мы в самолете. В общем, удачной нам. Хорошей дороги в поезде. Хорошего полета. В общем, не теряйте нас. Увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok